Свято-Успенская Светогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь Седмица с 20 по 26 февраля 2023 года. Седмица сырная, масленица сплошная. В эти дни православные христиане молитвенно воспоминают прославление преподобного Ванифатия Феофановского Киевского, обретение мощей блаженного Варфоломея Чигиринского, преподобного Рафаила Архимандрита Святогорского, преподобного Иоанникия Святогорского, святителя Милетия Архиепископа Харьковского. Также на этой Седмице Святая Церковь молитвенно прославляет образ Божией Матери Иверская. За воскресной службой воспоминается Адамовое изгнание и совершается заговение на Великий Пост. В понедельник 20 февраля Церковь молитвенно прославляет преподобного Ванифатия Феофановского Киевского. Он родился в 1785 году в селе Херсонской губернии. Верующие родители дали сыну имя Дамиан. С юных лет он искал для себя монашескую жизнь, но по послушанию матери согласился жениться. После свадьбы Дамиан убедил свою жену хранить целомудрие, и они жили как брат и сестра. В 1811 году будущий подвижник поступил на военную службу и принял участие в Отечественной войне 1812 года. В армии Дамиан прослужил 25 лет, а после выхода в отставку вернулся на родину. Однако мысли о монашестве не оставляли его, и через несколько лет он решил все же выполнить свой обет. С согласия жены он оставил ей половину имения, а другую часть пожертвовал церкви и неимущим, после чего отправился в Киев. Святой кормил нищих и давал приют путешественникам, устроив странноприимный дом над Андреевской церковью. Через два года был принят на послушание гостиничным в Киевский Михайловский Златоверхий монастырь. В 1854 году он принял монашеский пострих с именем Ванифатий и получил обязанность присматривать за мощами святых угодников. Вскоре святой был назначен основателем и устроителем скита в местности Феофания под Киевом. Трудами отца Ванифатия был возведен храм в честь всех святых, а также монашеские кельи и гостиница. Стараниями святого к скиту была подведена питьевая вода от ближайшего источника, а над самим источником была построена часовня. Жизнь настоятеля представляла непрерывный молитвенный подвиг. За его труды Бог дал преподобному дар прозорливости. 9 января 1871 года отец Ванифатий, причастившись к святых тайн, отошел ко Господу. Угодника Божия похоронили у алтарной стены Всехсвятского храма, но в результате перестройки в советское время его могила не сохранилась. 23 декабря 2010 года преподобный Ванифатий был причислен к лику святых. Также в этот день православные христиане молитвенно воспоминают обретение мощей блаженного Варфоломея Чигиринского. Его детство прошло близ Свято-Троицкого Чигиринского монастыря. В юности он отказался от родительского дома и поселился в богодельне обители. Насельницы монастыря и местные жители воспринимали Варфоломея за человека несчастного, обреченного влачить горькую участь безумия. Нередко издевались и прогоняли его от себя. Святой же принимал все это со смирением и за все благодарил Бога в своей молитве. Но со временем люди стали замечать в речах блаженного пророческий смысл. Позже не только монашествующие, но и приходящие у монастырь люди стали отмечать, что Варфоломей – человек особенный и божий. Многие стали приходить к нему за советом и молитвенной помощью. По ночам Варфоломей, как правило, удалялся в поле за пределы Чигирина для молитвы. Там он иногда попадался на глаза случайным свидетелям, которые видели его стоящим на коленях. История сохранила множество предсказаний святого. Так, в 1907 году в Свято-Троицкой обители освящали новый Спасо-Преображенский храм. Насельницы искренне радовались этому торжеству, а Варфоломей стоял в стороне и, отвернувшись, бормотал. «Молодец, матушка! Собаки придут, разрушат!» Впоследствии в 1932 году храм сравняли с землей. После окончательного закрытия обители Варфоломей потерял место постоянного пристанища. Теперь жизнь его стала еще более страдальческой и трудной. Безбожные власти всячески преследовали подвижника, арестовывали, избивали, отправляли в психлечебницы. В последние месяцы своей жизни старец предсказывал страшные события предстоящего голода и будущей войны. Днем он выходил в поле и копал там ямы, а ночью молился и кричал. «Вижу кресты! Много крестов!» Варфоломей скончался тихо и мирно 17 октября 1931 года. Боголюбивый люд с почтением сохранял в памяти подвижническую жизнь Варфоломея, его мудрое поучение, благословение и предсказание. Место погребения старца почиталось людьми с момента похорон, и многие шли к нему на могилку со своими проблемами и горестями. Несмотря на безбожный период, сохранилось множество фактов помощи по молитвам старца. 24 июня 2012 года были обретены мощи блаженного Варфоломея, которые перенесли в церковь святого апостола Варфоломея Троицкой обители. В сентябре 2014 года блаженный Варфоломей был причислен к лику местночтимых святых Черкасской епархии. В четверг 23 февраля православные христиане молитвенно почитают преподобного Рафаила Архимандрита Святогорского. Он стал настоятелем Святогорского монастыря в июне 1758 года. Послушание подвигло его на трудное и жертвенное служение церкви и вверенной ему обители. Народная память чтит Архимандрита Рафаила как строгого подвижника благочестия и ко времени его относит цветущее состояние обители по жизни духовной. Преподобный возрождал духовные традиции на святых горах. Молитвой и делом защищал монастырь от нападений татарского войска. Отошел к господу Архимандрит Рафаил в 1765 году. Тело было погребено рядом с Петропавловским храмом, возведенным настоятелем. Многие из святогорской братьев приходили поклониться могиле преподобного Рафаила. В годы советской власти кладбище было уничтожено, и сейчас на его месте установлен памятный деревянный крест. В 2008 году Архимандрит Рафаил прославлен в лике преподобных собора святогорских святых. Также в этот день святая церковь чтит память преподобного Иоанникия Святогорского в миру Трофима Аверкиева. Он родился в 1823 году в крестьянской семье из Орловской губернии. В отрочестве просил родителей благословить его уйти в монастырь, но те отказали сыну. Тогда Трофим тайно покинул дом и пришел в Толшевский Спасопреображенский монастырь в Воронежской губернии. Спустя несколько месяцев его нашел отец и вернул домой. Сын покорился воле родителей и остался жить в родном доме. После смерти отца мать благословила его на поступление в монашество, и Трофим отправился в Святогорскую пустынь. Братский духовник иеромонах Феодосий взял юношу себе в келейнике и поместил его в своей тесной прихожей. Отец Феодосий много обучал его деланию молитвы Иисусовой и основам монашеского жития. Так, под руководством опытного старца, не утаивая перед ним погрешностей, Трофим восходил к совершенству. После принятия монашеского пострига благочестивому юноше удалось получить подкрепление от послушания у преподобного Иоанна Затворника. Вскоре отец Иоанникий был назначен в скит преподобного Арсения Великого на святом месте, где продолжил свое служение. Там он так изнурял себя подвигами поста и молитвы, что начал ослабевать в здоровье. У него открылось кровотечение гортанью. Святой подвижник похудел и, наконец, окончательно слег. Когда ему стало очень плохо и окружающие ждали его скорой кончины, он услышал голос Спасителя. «Восстань! Будь полуздрав! И служи на пользу душевную ближних твоих!» С тех пор он начал поправляться и стал действительно полуздрав, тощ, хил и слаб, подвержен частым горловым кровотечением. В августе 1864 года отца Иоанникия рукоположили ваеромонаха и назначили духовником богомольцев. Нес он это послушание иногда большую часть дня. Бывало, подвижник отправлялся в окрестные села причащать больных и исполнять церковные требы. Чувство сострадания к больным и страждущим было присуще отцу Иоанникию. Он помогал бесноватым. За это больные богохульствовали, поносили его, а иногда и били. Однако святой не боялся, но наступал на духов тьмы оружием поста и молитвы. Перед смертью в 1882 году отец Иоанникий сильно болел воспалением легких. Духовник иеромонах Аркадий ежедневно причащал его святых тайн и маслособоровал. 23 февраля праведник отошел ко Господу. В июле 2008 года, спустя более 100 лет со дня кончины, были обретены мощи иеромонаха Иоанникия. Тело святого было погребено слева от входа в храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Сейчас святыня находится в Успенском соборе Лавры. В субботу 25 февраля перед началом Святой Великой Четыридесятницы Церковь установила память всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Преподобными Церковь называет тех святых, жизнь которых заключалась в монашеском подвижничестве. Их пример укрепляет христиан в преддверии Великого Поста, ведь монашество предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений. Принимающий пострих делает выбор во всем неукоснительно следовать за Христом. Церковь словно напутствует верующих и показывает, что святые подвижники, отшельники и аскеты были такими же людьми, но вера в Бога и сила Духа позволили им совершать настоящие подвиги. В Святогорской Лавре в этот день престольный праздник. В здании братской трапезной на третьем этаже находится храм в честь всех преподобных отцов в подвиге просиявших. Мы вспоминаем всех преподобных отцов в подвиге просиявших и просим научить добродетели воздержания, чтобы нам достойно встретить Великий Пост и светлое Христово Воскресение. Также в этот день православные христиане молитвенно прославляют Иверскую икону Божьей Матери. Иверия – это древнее название Грузии. По преданию, в эту страну выпал жребий проповедовать Божьей Матери, но Господь уготовал для нее другой путь. Корабль, на котором Дева Мария с Ааном Богословом направлялась на остров Кипр, во время бури пристал у святой горы Афон. Богородица возвестила местным жителям евангельское учение. Язычники приняли христианскую веру и, познав свет истины, не спровергли своих идолов. В X веке грузинским монахом Иоанном Иверским здесь был основан Иверский монастырь. В 1004 году святой образ Божьей Матери чудесным образом явился на воде рядом с обителью. Монахи пытались приблизиться к иконе на лодках, но она удалялась от них. Пресвятая владычица благословила принять образ святому старцу Гавриилу. Монахи постарались найти для иконы самое торжественное место, но она постоянно исчезала и оказывалась над вратами обители. Братья стала называть Иверскую икону вратарница и через некоторое время поместили ее в церковь, построенную у врат обители. Там этот образ и находится в наши дни. В этот же день православные христиане прославляют житие и труды святителя Милетия архиепископа Харьковского. В миру его звали Михаилом, родом был из Полтавщины. Он окончил Екатеринославскую семинарию и Александроневскую академию в числе лучших учеников, но благословение на монашество получил спустя шесть лет после окончания академии. Господь благословил потрудиться его в Могилевской и Псковской духовных семинариях, а спустя год святитель Милетий был направлен в Киев ректором духовной академии. В 1826 году владыка Хиротонисанва епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. Отец Милетий брал на себя попечение о бедных вдовах и сиротах, посещал заключенных, совершал богослужения в тюрьмах. Затем в сане епископа его перевели на Иркутскую и Пермскую кафедру. После неутомимых трудов здоровье владыки Милетия ухудшилось и его перевели на Слободскую кафедру. Святой вел поистине подвижническую жизнь. В 9 часов вечера он становился на молитву и продолжал ее до 4 часов утра, а спустя час после короткого отдыха шел на раннюю литургию. Господь открыл владыке время кончины. После причастия со словами «Ныне отпущайше» святитель осенил себя крестным знамением и, обращаясь ко всем со словами «Простите меня», отошел ко Господу. В 1948 году по благословению святейшего патриарха Алексея гробница с мощами святителя Милетия была перенесена в Благовещенский кафедральный собор Харькова, где находится и по сей день. 26 февраля в неделю Сарапустную перед началом Великого Поста церковь вспоминает Адамова изгнания из рая. Также этот день называется Прощенное Воскресение. В молитвах и песнопениях воспоминается грехопадение прародителей. Вместе с Адамом мы переживаем тоску о потерянном рае, и где-то в глубине нашего сердца всегда живет плач и томление по небесной радости. Церковь учит, что мы можем вернуть покаянием, подвигом и воздержанием то, что потеряли после грехопадения. Чтобы с чистым сердцем начать Великий Пост, верующие просят прощения друг у друга. Чин прощения происходит на вечернем богослужении в воскресенье. Все монашествующие и миряне просят простить обиды и прегрешения, которыми вольно или невольно оскорбили ближнего. В этот день происходит заговенье на Великий Пост, который продлится 7 недель с 27 февраля по 15 апреля. Поучения о том, как правильно поститься, содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в трапезе предполагает полный отказ от мясных и молочных продуктов, от яиц и рыбы и по будням от растительного масла. В первые два дня Великого Поста и в Страстную Пятницу Типикон предписывает полностью воздержаться от пищи. В первую неделю поста в Святогорской лавре будет совершаться чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. Канон читается с понедельника по четверг на вечернем богослужении и его по возможности нужно посещать всем православным христианам. Если нет возможности быть в эти дни в храме, постарайтесь в домашней молитве прочитать труд преподобного Андрея Критского. Это послушание поможет достойно подготовиться к исповеди и причастию Святых Христовых Таин на первой седмице Великого Поста. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры сделал DimaTorzok